Итак, друзья, мы с вами продолжаем играть в Евротрак Симулятор. Как вы помните, мы находимся, если мы посмотрим на карте, то мы находимся практически в центре, не в центре Европы, вот здесь вот приблизительно, вернее, не сколько Европы, как карты. Ну и я уже взял груз из... это у нас Прага, да? Вот из Праги мы с вами повезем груз то ли в Инсбург, то ли в Сальцбург, куда-то, короче говоря, вот сюда. Опять же, небольшой у нас будет такой вот маршрутик. Мы посмотрим, возможно, мы воспользуемся вот этой вот дорогой. Вот ее еще откроем. Короче говоря, увидим, где там у нас GPS покажет. Вот, и, к сожалению, вот из этого города у нас, к сожалению, нет никаких грузов. Вот в Берлин у нас не открыт, Магдебург не открыт, Кассель. Ну вот, вы видите, да, у нас серые дороги. И вот несколько городов, в которых мы с вами еще пока что не бывали. Вот, грузов, к сожалению, туда нет. Вот, как ни странно. Как ни странно, Стольный град, Берлин. Но, тем не менее, как-то туда грузы не везутся. Вот, кто туда возит, непонятно. Так, ну ладно, мы сейчас с вами заедем, в общем-то, на заправочку. Ну как, не сейчас, чуть попозже. Но вначале, я так думаю, что нам стоит заехать. Где у нас вообще тут? Посмотрим сейчас на карте. Где у нас СТО? Пускай там 2%, но все же хотелось бы исправить, да? А у нас СТО вот так вот мы должны будем с вами проехать и получить СТО. Или, если мы с вами собираемся вот здесь вот проехать, то уже можно будет с грузом вернуться вот так вот и поехать. И помчаться на оленях утром ранним. Так, хорошо. Тогда сейчас так и сделаем. Проедем, возьмем груз. И с этим грузом, там груз у нас бочка. Вроде бы как хрупкая что-то такое. Вот, немного денег дают за него. Но, в общем-то, я считаю, что мы можем себе позволить. Сейчас можем себе позволить такие вот небольшие рейсики делать. Вроде не особо напряжные, я считаю. Потому что не только мы, но и нам также приносят фирму, как вы знаете, да? Вот. И у нас уже 50 тысяч сейчас на счету. Пока мы туда-сюда смотаемся, уже будет денег достаточно, я так думаю, что на один грузовичок. Может быть один рейс, может быть два рейса мы с вами сделаем небольших. Но я уверен, что уже, что тогда уже хватит. Так, ну ты же вертки мог бы проехать, да? Я на своем грузовике и то... Опа, вы видели, да? Врезались. Молодцы. Разъехались без милиции, без доишников, без полиции, вообще без ничего. Короче, покивали в окна друг к другу. Ну, типа, братан, слышь, братан, ну бывает, да? Тот согласился. А, ладно, поехали. Так, разгоняться, пожалуй, мы слишком сильно не будем. Все-таки городская зона. Вот, а отсюда мы, в принципе, наверное, могли бы, да? Так как снятие всех ограничений. Вот интересно, еще раз увидим какой-нибудь car accident. Вот здесь вот из-за зеркала и вот этого вот знака, откровенно говоря, как-то плоховато видать. Что там, где, кто едет? Так, мы поехали, поехали. Вы видали, да? Может, это я нарушил, кто его знает. Короче говоря, Но здесь вот как-то после этого обновления мы видим, что значительно веселее стало играть. Вот, не только в нас врезаются, не только мы врезаемся, но оказывается, что и между собой постоянно врезаются. Вот, мы только что, буквально на первых минутах, это все узрели с вами. Вот, долой скугу, короче говоря, с дорог. Да, здравствует, вот такое вот веселье, динамика. Так, нам вот сюда, да? Это что такое везут-то? Пожарная машина, что ли? Похоже на пожарную машину. Кстати, я хотел вам показать, но уже... Вот, сейчас попытаемся приехать, тогда я покажу. Так, ну что вы творите? Уже или езжайте, да? Или дайте мне проехать. Вот как-то. Да, смотрите. Огромная пожарная машина. Я хотел вам показать БелАЗ. Я видел, что... БелАЗ предлагается к перевозке. С такой шириной, что, наверное, в полтора вот этих вот... В полторы полосы. Ну, по крайней мере, на картинке мне показалось, что он очень широк. Значительно, вот, скажем, шире, да, вот этого вот экскаватора. Ну, это и понятно. Ну, а то он, собственно говоря, и БелАЗ, чтобы быть огромным. Ну, и платили, конечно, тоже за него здорово. Но это... Это для... Чтобы его, в общем, я так думаю, чтобы его нормально привести к месту назначения. Да, еще и на этом заработать, как-то попытаться. Это нужно постараться. Потому что такую тушу провести по вот этим вот дорогам, узеньким дорожкам, может быть, его ночью нужно вести, скажем, когда трафика поменьше. Кстати, вот насчет, опять же, да, мы говорим... Вот насчет недавнего обновления. Ну, как недавнего... Оно уже, наверное, недели две, да, как вышло. Вот, значительно вот, что сразу же бросилось мне в глаза, вот, по крайней мере, в этой серии, в этой части, что стало больше автомобилей. То есть, как-то добавилось. Как-то раньше было чуть поменее, да, чуть пустыннее, так скажем, дорога. Сейчас их просто вот как мошкары какой-то, как мух. Летом, наверное, да. Вот туда-сюда все снуют, врезаются, опять же, друг в друга. Так, ладно, посмотрим. Сейчас мы доедем с вами до места назначения. Я взгляну, что там у нас на GPS, куда нам будет показано ехать. Вот, все-таки хотелось бы отремонтировать грузовичок, тем более, что вот еще, опять же, только что врезались в нас, да. Вот, было 2%, а еще добавили, наверное, процент. Может быть, еще больше. Вот, и если у нас GPS куда-то слишком далеко заведет, то, наверное, все-таки мы поедем по той серой дороге. Хоть и не хотелось бы, вроде бы, как возвращаться назад. Вот такой вот длительный путь, да, еще с бочкой. Да, вот еще, кстати. Вот еще изменения, да, трафика. Постоянно, как только я подъезжаю к переезду, ну, не знаю, вот в последних двух частях так получается, что постоянно, как только я подъезжаю к переезду, обязательно на переезде должен быть поезд проезжать. Должен проезжать поезд. То есть, без этого никак. Вот, если раньше как-то проскакивал, ну, крайне редко я попадал на поезд, то теперь вот буквально каждый переезд у нас едет поезд. Здорово. Тоже так, да, в общем-то, немножко динамику улучшили игры. А то как-то проезжаешь, скучаешь, зеваешь. Переезд... Ну, и ладно. Вот, сейчас переезд, значит, останавливайся, поезд проезжает. Притом один и тот же. Заметьте, да. Ну-ка, здесь повезет, нет? Повезло, проезжаем, проскакиваем. Вот, это первый переезд пока что, который мы с вами проехали. Но это, наверное, из-за того, что тот поезд не успел вернуться. Я смотрю в зеркало, может, закрывается, нет? Так, ладно. Самое главное, что игра развивается, вот что мне, пожалуй, нравится. Я буквально чуть-чуть почитал перед тем, как войти в игру. Чуть-чуть почитал об изменениях. Там скани изменили, там изменили звук двигателей, там еще что-то вот такое вот из мелочевки вроде бы как меняли. Ну, и самое главное, пожалуй, опять же, да, это то, что разработчики обещают, что они и дальше будут упорно работать над совершенствованием игры. Вот, поэтому будет еще более интересно играть. Со временем, наверное, все-таки доведут ее до полного ума, да, так скажем, чтобы не было никаких вопросов у нас с вами. Вот, если трафик, так трафик. Если там знаки там или еще что-то, да, штрафы, то вот ты видишь, за что тебя штрафуют. Вот, а не так, как у нас иногда бывает, что подъезжаешь, ну, по крайней мере, я ориентировался по вот этому вот зеркалу. Это меня тогда сильно возмутило. Вот, я подъехал по зеркалу по вот этому. Где-то сантиметров 50 оставалось до белой полосы перед светофором. Вот, я специально подъехал, так, знаете, ну, ради интереса. Проверить габариты там, проверить, сколько, ну, как в зеркало видать. Вот, реально видать это расстояние или нет. Короче говоря, еще полметра где-то оставалось до этой полосы, и тут штраф проезд на красный свет. Я был немножко удивлен, так скажем, потому что я даже на эту полосу не заехал. Вот, конечно же, вот такие вот мелочи, я думаю, что уберутся со временем. И играть станет еще интереснее. Так, мы заезжаем на какой-то карьер, да? У нас карьер, и в этом карьере... Погодите. Прага-Лондон, это что-то не то. Явно не то, погодите, погодите. Так. Непонятно. Так, цена, расстояние, да, хорошо. Где остальные делись? Тут же была целая куча... Была целая куча заданий. В чем проблема? Так, ну-ка, давайте я проеду чуть-чуть дальше. Вот, где-то здесь встанем, и давайте мы еще раз посмотрим. Так, рынок перевозок. Вот. Появилось, да? Вот этот карьерный самосвал. Смотрите, 64 тысячи за него платят. Но он, вы видите, да, вот ширина вот эта вот, визуально даже. И вот этого. Это просто цирк. Вот тоже, 77 тысяч, например. Да, это все здорово, но я хотел посмотреть, вот где-то тут я брал бочку. Или эту бочку кто-то уже забрал до того момента, да, когда мы с вами приехали. Но мы же с вами не тянули, в общем-то, пса за хвост. Спешили. Ну, могло быть, могло. Так, ну ладно. Проехали, прокатались. Вот, мы теперь можем вообще в Дрезден поехать. Вот отсюда, тут рядом буквально. Может быть, из Дрездена, кстати, да? Может быть, из Дрездена у нас куда-нибудь. Вот в эти вот города, в Берлин, например, Магдебург, Кассель. Вот я бы хотел Штутгарт, например, Страсбург. Давайте взглянем. Так, Инсбрук, Лиг, да нет туда. Вот, к сожалению, никуда туда нет. Зато вот рядом с Лилем, Лиг, вернее, Лиг, да? Лиг. Дрезден, Инсбрук, 20 тысяч. Ну, как-то такое вот большое расстояние, денег мало дает. Я, конечно, понимаю, что апельсины возить, да, это... Вот, опять же, смотрите, у нас пожарная машина. 40 тысяч. Тяжелый, не габарит. Вот, АДР. Ну, АДР это опять в Англию, не хочу я... Все дороги, я понимаю, что все дороги ведут в Англию, но как-то в Англию мне хотелось бы мне ехать. Давайте попробуем автомобиль вот этот взять, да, из Дрездена. Так. Тысячу километров мы должны будем с вами проехать за 15 часов все это. Это у нас суббота, да, 18.22. Ладно, давайте мы просто проедемся туда. Вот, я не хочу брать вот этот вот груз, который нам дают из этого... Из этого карьера. Так, смогу ли я, интересно, развернуться здесь? Эти экскаваторы возить там и так далее. Раз уже этот груз куда-то исчез. То есть его забрали отсюда. Давайте проверим, да, брали. Может быть, это какой глюк там, не знаю. Да, вот нам было сюда указано. И вот это вот экскаватор нам только дается. Везется он в Лондон. Я в Лондон не хочу проезжать. Заморачиваться с этим движением, да. Вот, сгоняем мы с вами тогда порожнячком в Дрезден. Почему нет? Денежки у нас все равно капают постепенно, понемножку. Кстати, и опять же заскочим тогда. Ну-ка, на карте мы посмотрим. Вот отсюда, да, мы проезжаем куда, где это у нас. Мы можем вообще поехать в Эрфурт, который у нас не открыт. Вот и часть дороги проехать. Но это опять же получается, что у нас, смотрите, или вернуться назад, да, вот так вот поехать. Или проехать вот так вот по прямой, заскочить сюда, заскочить вот так вот. Вот, прохлаждающаяся такая вот поездочка, да, произвести. Давайте сгоняем в Эрфурт. Вот, я давно мечтал уже о такой вот поездке. И у нас как раз никогда с вами не было вот так вот, чтобы мы могли ехать без груза, наслаждаться, посвистывать, да, выглядывать в окно, посвистывать, радоваться жизни, никуда не спешить совершенно. Вот почему тогда не сделать себе праздник. Праздник путешествия вот такой вот. Вот, бензин есть, деньги есть, деньги есть, можно поесть. Вот мне понравилось выражение в одном из фильмов, помните, о студенте математики, который в казино выигрывал. Вот, с помощью преподавателя тоже самое, да, вот, математика, они там просчитывали какие-то шансы. Вот, разработали стратегию и ездили из казино в казино, оббирали там всех, пока их там не накрыли. Служба безопасности казино пока их, да, не раскусила. Вот что интересно, вот на GPS все равно показано, вот, я что-то не понимаю. Давайте мы еще раз, или может быть я вообще не то взял, да, где у нас, в общем-то, должен быть значок. Значок, что мы с вами взяли этот груз. Вот, или, возможно, я одноразовый взял, вместо того, чтобы взять, да нет же, одноразовый я не мог взять, потому что вот здесь вот у нас, не спутаешь, короче говоря, здесь у нас вот, вы видите, вот грузовики. На которых мы можем с вами катать. ТНТ, вот, мы отсюда с вами выехали, мы сюда вот поехали, поехали, мы поехали, мы помчались вот сюда. А ладно, фиг с ним. То есть, я думаю, что нам не должны выписать никакого штрафа, ничего подобного, за то, что мы, да, не взяли груз, подписались, но не взяли. Потому что груза просто нет, вы видите, да? Зато мы откроем новый для себя город, там как раз поремонтируемся, возможно, там отдохнем, потому что ночь у нас на дворе. Вот, и уже с утреца, с новыми силами, с отремонтированным грузовичком, какой-нибудь груз возьмем, вот, в частности, может быть, вот эту вот пожарную машину, посмотрим. Вот, а сейчас мы можем даже рискнуть, да пообгонять, никогда я раньше не обгонял. Вот, с грузом особо не пообгоняешь, согласитесь, да? Вот, в наглую так, прям на подъеме, прям на повороте. Чувствую себя прекрасно, без груза. Прям какие-то гонки. И управляется автомобиль, то же самое, просто чудесно, я бы так сказал. Вот, скорость, конечно же, не та, не гоночная, но, по крайней мере, вот, со скоростью 90 км в час, на вот таких вот крутых поворотах, раньше, конечно же, я бы притормаживал. С грузом, вот, без груза просто прекрасно себя чувствует грузовик и водитель, пожалуй, тоже. Вот, смотрите, на скорости 90, да, я прохожу вот такие вот, вроде бы как, крутые повороты. Самое главное, конечно же, не заиграться и не пропустить. Вот, ну, смотрите, нам все равно показывает туда, да, что ж такое? Какая-то фигня. Так, вот тут у нас, скорее всего, это у нас будет с левой стороны заправка. Вот, а мы поворачиваем с вами на первом же повороте. Вот, влево, да, потом поворачиваем, вернее, вправо, потом поворачиваем влево. Вот, и я так думаю, что не пропустим. Или мы можем даже вот так вот по прямой проехать и вот здесь вот выехать. Почему нет, да, и тогда выедем напрямую к Эрфорту. Вот, зато вот еще часть дороги засветим. Но вот эта вот часть, наверное, побольше будет. Вот, поэтому мы свернем на широкую эту дорогу. Да и быстрее, наверное, получится у нас проскочить. Кстати, вот, вслушиваясь, было написано, что изменены звуки некоторых автомобилей. Вот, я не помню, там был ли там Вольво упомянут. Да и звукоизоляция в кабине Вольво довольно-таки, ну, хороша. Я бы даже, в общем-то, добавил бы звука немножко, да, чтобы как-то более атмосферно было. Но, боюсь, я тут такой вот вариант, что звукоизоляция хороша в кабине, то есть едва-едва слышно звук мотора. Но, если высунуть голову в окно, да, то звук рева двигателя такой сильный, что, скажем, ну, просто оглушающий получается. То есть здесь нужно выбрать какой-то баланс. Или практически не слышать звука в кабине, или в кабине слышать звук мотора, то есть так добавить. Но тогда снаружи невозможно будет комментировать, то есть я буду что-то говорить, но будет заглушаться голос звуком мотора. Вот, если бы можно было как-то раздельно настроить звук снаружи и внутри автомобиля, было бы здорово. Хотя, вот опять же, я так думаю, что это просто зависит от звукоизоляции данного типа грузовика, данной марки. Потому что мы в других с вами ездили, и там звук, во-первых, ну, конечно же, другой, это понятно. И чуть погромче. Кстати, вот заправочка давайте заскочим. Так, глушим, заправляем. По полной, я так думаю, да? 54,259. То есть пока мы ехали, нам никто ничего не принес. Цена 1,39. И вот я вспоминаю, мне когда-то говорили в комментариях, так что цена на разных заправках разная. Действительно это так, я уже как-то заметил это. Вот, ну, естественно, катать на какую-то заправку, специально ехать, да, там, где подешевле было, вроде бы как, я думаю, что не стоит. И за каких-то там пару центов на одном литре. Вот, я думаю, что просто больше сожгется топливо, да, для поездки к этой заправке, чем потом прибыли получите вы, если будете заправляться на более дешевой. Так, у меня что, дальний зачем? Дальний не надо. Как мне показалось, накронился. Так, еще один, внимание, еще один переезд, и поезда не было. В общем, беру свои слова назад. Но так было, две серии подряд, помните, да, мы с вами проезжали через переезды, и были поезда у нас. Вот, и третья вот эта тоже вот в начале, поэтому была у меня такая мысль, что что-то там напортачили с этими поездами. Вот, ну, похоже, нет. Ну, нет, значит, отлично. Вот, значит, все в порядке. Так. Кстати, мне опять же Анатолий говорил. Анатолий, мы с ним играем, как вы знаете, фермер-симулятор. Вот, он говорил, что есть на официальном сайте есть возможность зарегистрироваться для тестирования сетевой игры. То есть, разработчики серьезно работают над сетевой игрой. И, возможно, она будет допилена в скорости. Так, ну-ка, я хочу посмотреть. Это у нас, это у нас, да, туда, куда нам нужно. А GPS упорно показывает вот сюда. Что и, естественно, мы же с вами не отказывались от груза. Я вообще не знаю, как можно отказаться от груза или нет. И не будет ли за это штрафа. Тоже вот занятно. Как раз и узнаем. Я думаю, что как раз вовремя, да. Вернее, не то, что вовремя, а как раз время узнать все это. Потому как я считаю, что большая часть игры все-таки у нас уже пройдена. Пускай еще мы, нельзя сказать, что фирма наша уже крепко стоит на ногах, но, по крайней мере, более-менее так себя уже свободно чувствуешь. Вот, это значит, что большая часть игры действительно уже пройдена. Осталось там, может быть, не такой большой кусок, который мы с вами уже прошли. Может быть, там процентов 30, да. Ну, судя даже вот по карте, мы видим, что 56%. То есть, уже остается 44. Так, ну ладно. Я так думаю, что я доберусь, пожалуй, до этого Эрфорта. Мы с вами встретимся там. Осмотримся. Сделаем все те телодвижения, о которых я говорил, да. Поспим там, поремонтируемся. Вот, и поедем дальше. Ну, и как раз проверим насчет того, что будет ли у нас какой-то вот штраф или что-то такое за то, что мы взяли вроде бы как груз, но его не отвезли. То есть, заявку подали. Вот, даже не сколько взяли, как заявку подали на груз. Вот, и GPS у нас матерится постоянно, да. Возвращает назад, типа, возвращайся. Катит, да. В общем, я на этом буду с вами прощаться. Встретимся в следующей части. Всем удачи. Всем пока.